Жуткий ливень с градом стал настоящим стихийным бедствием для Тбилиси в ночь на сегодня. Городские власти уже говорят о 12 жертвах потопа. Пропавших без вести 24. Разрушены дома, пострадали дороги. В добавлении ко всему из зоопарка разбежались хищники, волки, тигры и медведи. Власти просят жителей не покидать дома. Хищников ловят, спасатели работают. Грузия принимает соболезнования. В понедельник в стране траур. Из Тбилиси Ия Берсенадзе. Первым сигналом для местных жителей был страшный шум, рев хлынувший в полночь воды. За считанная минута затопила первые этажи домов. Спасатели всю ночь вывозили на лодках оставшихся в затопленных домах жителей города. Десятки машин, как лодки, плавали по всему периметру. Мы как посмотрели, что вода так быстро начала подниматься, сразу убежали. Сейчас не знаю, что там. Стоит еще мой дом или нет. 20 лет здесь живу, такого еще не видела. Вот что осталось от эстакады, соединяющей старую часть города с новыми кварталами. Вода снесла опорное строение и асфальт практически висит в воздухе. Строительство эстакады на этом месте было проекта Михайла Саакашвили. Уже тогда специалисты окружающей среды предупреждали. Река Вере известна своим строптивым нравом. И загонять ее в такой узкий тоннель опасно. На этом месте вода проходит под тоннелем. Именно это и стало причиной трагедии такого масштаба. Тоннель не смог пропустить большое количество воды. Сначала начало затапливаться, потом вода вырвалась наружу и хлынула прямо в направлении населенного пункта. Наргиза Меладзе стоит у перекрытой службы спасения территории и ждет вестей от своих родственников. На этой улице, находящейся почти на одном уровне с рекой Вере, погибло 10 человек. Дом ее родственников находится на самом краю ущелья. До него спасатели еще не дошли. Дети рассказывают, что не смогли докричаться до родителей. Такая трагедия. Разобраться, где какой дом стоял еще накануне, сегодня уже невозможно. От некоторых строений остались одни стены. Сейчас тяжелая техника освобождает то место, где еще несколько часов назад стоял частный двухэтажный дом. Водой дом снесло примерно за 500 метров отсюда. Владельцам снесенного дома повезло. Оказалось, что вчера они задержались в гостях. Сегодняшнюю ночь они, так же, как и десятки оставшиеся без крова горожан, проведут в столичных гостиницах. Премьер-министр обещал сегодня обеспечить всех пострадавших жильем. Дойти до Твилисского зоопарка невозможно. Рассказывают, что там камня на камне не осталось. Уже найдены тела троих сотрудников зоопарка. Они пытались спасти своих питомцев. Спецназ разыскивают сейчас по всему городу 12 сбежавших хищников. Среди них двух тигров. Этот медведь застрял в грязи и не может оттуда выйти. Но второму повезло больше. Он нашел более безопасное место. Аллигатор забрел в один из дворов. Бегемоту удалось спастись. Его, так же, как и всех выживших животных, перевели в муниципальный питомник. Мэрия Твилиси предупреждает жителей города не выходить на улицы. Ей персонады Никуады ищили в Вести недели Грузия.